друзья мы на выставке дайв шоу 2020 подошли к стенду салмар кирилл здравствуй как у тебя дела то все нормально радмир чего работаем вот развиваемся продолжаем развивать бренд салимар в россии ныряем в общем то все пока ремни но это не для вас у вас находящий магазина для дайверов дайвинг дайвинг магазины и дайверы вот порадуются с пряжками да 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 ну они цветные красивые их видно ярко под водой когда ты занимаешься дайвингом это прикольно и дайвинг магазины который специалист на дайвинг как увидели у нас поступление сразу же там штук по 10 заказали потому что нет особо ни у кого а тут вот пожалуйста маски ну вот маски не интересно да как вот это по-моему ты заказывал здесь получать стекло да надо да здесь стекло ну вот надо попробовать протестить надо тебе в них самому понырять там я не знаю поплавать я выделим да один тестовый образец возьмешь его и собственно говоря в нем поплаваешь скажешь свои отзывы потому что мы сами еще толком не знаем вот мы их завезли я к себе мерю она приятная к лицу то есть как бы она нормально сидит нормально одевается обзорность вроде бы ничего но надо все-таки на практике конечно идти и нырять и уже там говорить какие-то результаты от ноха чем она отличается стекла меньше да получается меньше подмазочное пространство меньше еще меньше вроде как подмазочное пространство у нее должно быть форма носа другая она вижу топлин туда и ну вот почему-то народ спрашивает такие вот чтобы нос был поменьше меньше да 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 соответственно мы попробуем силикона то же самое да тут по силикону да силикон одинаковый у них одинаковый это гипоаллергенный силикон достаточно мягкий и он с таким как как называть то бархатистые покрытие что львово полностью кстати покрытие отличается да здесь из-за получается доходистой да да здесь носа отдельно ну интересно все будем тестить той масочка тоже она похожа на тут же тазар на самом деле очень похожи на форма стекол немножко другая она есть в зеленом цвете и есть а вот это мне легче лучше садится платье но у нее побольше подмазочное пространство наоборот у нее ты видишь здесь как ну такое достаточно она существенная кто-то кто-то сильно глубоко не ныряет ну достаточно удобно будет начну хотя новичками будет ли вот такой рамка выемка зеленая на стекла нет пока не кстати вот это вообще по дизайну мне тоже очень надо я сам ныряю такой у меня что по дизайну гаша огонь это больше женский но когда женский мы либо для метро сексуал не берут вот забавно я приехал в африку и там получилось что семь дней нырял в этой маске уже маска была супруги свою маску но я проколол гарпуном а в сумке с гарпуном лежала в лодке видать на волнах дык 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 дырвила и гарпуном улера проткну до без футляра гарпуном проткнула зараза ныряю что-то вода набирается и ничего понять не могу вылез там дырка вот и пришлось взять вот белую ну ничего нормально мне кажется даже рыбака это подходила посмотреть что это за такое это белая с синем маске перчатки они у нас тактиль вот наиболее интересная модель она уже была в том году да да супермен да они супер мягкие и полностью проклеены ленты поэтому абсолютно герметично вот а и рукавицы рукавицы анатомический крой да анатомический крой открытая пора внутри вот 5 7 и 9 миллиметров соответственно толщины прикольным кличке я в них ныряю уже вот уже на кем них нырял по осени итальян тебя услышали наконец-то прислушались к тебе ты не вот когда люди меня об этом спрашивают и не представляете себе сколько это усилий просто не представляете правда это это капец то есть это огромный поток энергии и сил что потратить и чтобы малейшую какую-то сделать новинку требуется времени год и требуется ну просто там два года убеждения до 7 вот то есть поездок общение это все настолько непросто хотя казалось бы сука нам нужен этот товар сделать это не чтобы подавать для нифига это так не работает власты и блин прикольные они а как называются название скажи ласты они называются скоростник звучит не очень пидор пидор спидор ну тебе знаешь как можно переводить я вот так лучше да да герр переводи ласты спидьер made in italy вот ну на самом деле мы тоже легкие да кстати легкие да галоша ты галоша мягенькая мягенькая а вот здесь он дубьё здесь вставлен а вот и чтобы угол до держала а как угол здесь сколько здесь 30 градусов 30 градусов угол да вот соответственно когда массимо создавал эту ласту вот он поставил перед собой цель и задачу сделать пластиковые ласты которые будут по своим характеристикам сопоставимы с карбоном задача сверх амбициозная на самом деле ну мягкие да это софт сколько 1213 где ну да примерно так они очень мягкие действительно они прямо мягкие мягкие ноги в них вообще не устают мы получили тестовые образцы дали саше сальнику он дал в крыму там нескольким ребятам понырять мы дали их седорин у саше он тоже понырял в них в бассейне правда первое впечатление у всех одинаковые нахер мне тут карбон вообще да вот ну потом когда уж побольше поныряли где-то на 14 на 15 метрах если хочешь ускориться резко тяжело они ну начинают проминаться потому что мягенькая достаточно а за счет чего вот они именно такую дают работу смотри на трабо когда массе мы это делал в первую очередь он уделил основное внимание соединению калоши и лопасти то есть у нас по большому счету от ноги идет передача энергии в лопасть которая приводит нас движение примахи да да и соответственно от момент этой передачи он наиболее важный да как бы поэтому что он сделал он сделал в калоши вот этот вот жесткий вкладыш из вот этого плотного материала собственно говоря когда мы делаем мах вся энергия за счет этого передается на лопасть а то есть галоши не играет даже не играет здесь она она все второй момент усы да и по себе усы во-первых короткие но это тренд сейчас много это делает правильный тренд но помимо этого усы обычно они приходят до сюда ну где-то здесь остаются а здесь салитиков ребро жесткости да сделать полностью полностью и она идет вот до конца то есть полностью через усы когда ты делаешь мак через усы усилия передается именно на лопасть идут минимальные потери эффективности при грибке за счет этого сама мягкая конечно голос тоже мягенькая галоши очень удобно в том плане что ну почему не делают особо мягкие калоши будет жесткий калоши делать тоже как раз для этого момента чтобы не терялось усилия а здесь как бы сделали мягкую калоши чтобы тебе было комфортно удобно даже на голую ногу и одеть без наскана не на жесткой подошвы да получается но подошва при этом жесткая и то есть у тебя мягенькая комфортная калоша но при этом не теряется эффективности за этой мягкой но и вес кстати вес вообще прям где-то 700 грамм они такие уже есть продажи или только будет наступление к нам идут спиджер к нам идет и на следующей неделе обещают размеры какие будут смотри 41 42 отличаются да чуть обычно же 40 42 ну у всех по-разному на самом деле даже в одну фирму производителя разных моделях бывают разные там размерные сетки размеры от 37 до 46 37 38 у час 39 40 до 41 42 42 там 43 44 и 45 46 слушая отдельно допустим такие будет калоши продаваться и на них ли будет карбон карбоновой лопасти будет но не так быстро я думаю что где-то 23 год начала 23 года мы уже привезем какой-то набор лопасти вот в том-то и дело что у сальмара же были ласты тёрт вот эти вот они прикольные ла не для леса да прям будет отличный это вообще будет потому что для зимы но очень они широкие когда не продавались от эти тёрт и почему потому что ужасная калоша просто никому не подходит и смыть смотрят у класса деревянных во-первых на деревянная во-вторых она вот здесь настолько узкая что ты с 42 размером ноги там 45 46 голой ногой влезть не можешь влазишь кое-как а в пятки еще место остается просто неудачно а здесь в первую очередь сделали калошу которая реально нормально подходит на ногу которые удобны честно признаться тоже чуть душой кривить взяли провели опрос всех дилеров что лучше подходит сошлись во мнении что марос resort и размерную линейку взяли с мароса марос он действительно широкая хорошая калоша подходит хорошо на ноги поэтому все равно для всех не угадаешь разные же ноги бывает у кого-то узкие у кого-то широкие вот эти вот ласты у нас берут порой девочки потому что маленькая ножка она наоборот найти на себя ничего не может вообще фридайвинга в носках тяжело даже не залезешь вот а здесь ты тоже еще я сорок вторым размером ноги с 7 миллиметровым носком 45-46 размер прекрасно помещаются прямо идеально с пятеркой пробовал уже великоваты ну как девятка тяжко с девяткой тяжко круто девятка девятка 41 размер ноги с девяткой влезть слушай но если карбон сэндвич еще запустят будет намного интереснее слушай главное калошу сделали тут же даже мало кто задумывается но в производстве ласт самое тяжелое это сделать калошу потому что стоимость вот этой сложной пресс-формы на один размер где-то около 25 тысяч евро 25 26 тысяч евро ну это большие деньги то 4 миллиона где-то да а 4 размера сделать понимаешь это 100 тысяч евро по нынешнему 8 миллионов 8 больше уже уже поднял уже по 9 вот за счетом курса круто это просто чтобы сделать немаленькие вложения все таки и нельзя допускать ошибки поэтому так долго делали и наконец-то сделали лопать сделать ну как бы там капитальные вложения меньше поэтому сделаем надо делать по-любому надо делать обязательно ну мы уже убеждаем итальянцы карбон они говорят что не очень хотят потому что вроде как все 4 конкурировать какой смысл давайте мы лучше сделаем стекло чтобы мы были немножко дешевле да уже будет интересно и я уверен что надо сделать несколько жесткостей у пластика однозначно пластик с разными жесткостями это будет тут для людей потому что же разный вес разная нагрузка у кого-то вот допустим нам с тобой мне кажется это нормально да идеально кого-то взять побольше вот уже и он не будет этот дорабатывать них же да уже будет просто проминаться вот поэтому нужны конечно разные жесткости но главное мы сделали калошу главное мы запустили лопастями сделаем за годик по-любому